Приветствую вас! Если говорить о именно помощи вам, то я полагаю, что первое и самое главное, что вы можете сделать, это прочитать книгу Федерико Перлза «Практикум по гистальт-психологии, по гистальт-терапии». Там в этой книге описываются упражнения, которые вы можете сделать для того, чтобы освободить себя от негативных эмоций, от негативных переживаний. Вот. Почему я рекомендую вам книгу? Ситуация проста. У вас достаточно серьезное эмоциональное блокирование происходит. Блокирование происходит, как это не печально, практически на бессознательном уровне. То есть вы не можете вдохнуть и начать, что вы боитесь, что вы подавлены, что вы находитесь постоянно под гнетом, что вы не уверены в себе, что вы сомневаетесь в себе и так далее, так далее, так далее, так далее. И история вот этого история абсолютно неизвестна. То есть мы не знаем, как, в результате чего вы оказались в такой ситуации. Мы этого не знаем. Ну, справедливости ради, нужно сказать, что мы и не можем этого знать. Потому что мы не считаем мысли. Но, тем не менее, эмоциональные следы, эмоциональные наши, как бы такие, осадки, можно и нужно отслеживать. Но для этого работать необходимо с вами, с вашими чувствами. Работа с вашими чувствами не происходит, к сожалению, в формате ответа. И поэтому здесь у меня вопрос главный. Какой помощи вы ждете от психологов? Какой помощи вы хотели бы от психологов? Какой тебе представляется помощь вам? Конкретно. То есть вот мы, люди на форуме. Вот вы, человек на форуме. Приходите и задаете вопрос. Как вы думаете, мы вам можем помочь? Как? Так. Смотрите. У вас стоит блок на слезы. У вас стоит блок на эмоции, судя по всему. Да? От этого блока можно избавиться двумя способами. Первый способ – это через возрастную регрессию, то есть через возврат к тем переживаниям, к тем моментам, которые в вашей жизни были. С тем, чтобы найти этот эпизод, который сформировал у вас решение не плакать. Который закрепил у вас поведение от слез. Найди эту установку, которая говорит, что плакать нельзя. Возможно, это такая классическая установка, что мальчики не плачут, да, и что, в общем, ну, мужчины не имеют права на слезы. Правая на слезы не имеет, а вот, значит, страдать, ну, страдать, видимо, нормально. Вот, это первый момент, первый способ. Второй способ, который можно использовать – это создание, так скажем, создание себе, своего родителя. Заботливого, любящего, ценящего, жалеющего, понимающего и так далее. И вы, вы сами можете стать себе таким родителем. Для этого нужно представить себя маленьким. Для этого нужно представить себя по факту, например, в кроватке детской, допустим. И представьте себе, как в этой детской кроватке вы берете, как бы, себя на руки. Вы начинаете, значит, себя качать, вы начинаете себя убаюкивать. Вот. Вы, там, можете поднести молочко себе, там, что-то ещё сделать. Вот. То есть всё, 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 что вы хотите, всё это, всё можно и нужно сделать. Вот. Всё, что вам хотелось бы, всё, что вы желали бы. Вот. Вот. Это также позволит вам ощутить себя, себя. Это также позволит вам почувствовать себя живым, почувствовать себя целостным, почувствовать себя любимым, почувствовать заботу, почувствовать, что вы можете быть слабым. Знаете, вот это вот основной момент, который всегда мешает, на самом деле, людям. Они думают, что не могут быть слабыми. Они считают, что слабость это что-то запредельное, что-то запретное и так далее. Ну, это, на самом деле, вполне логично, потому что, если родители, например, такую историю внушают, то тут, как бы, хочешь не хочешь, да, поверишь. Вот. Соответственно, вам нужно для себя вот этот момент, именно момент слабости, да, позволить, позволить. То есть, просто позвольте его себе. Разрешите себе. Здесь можно, например, покричать, здесь можно, например, по, там, значит, ну, как-то еще поотреагировать. То есть, тут все зависит на самом деле исключительно от вашей, от ваших желаний. Вот как вам захочется, так, в принципе, и можно будет сделать. То есть, все исключительно по желанию. Вот. Главное, чтобы вы делали то, что хотелось. Главное, чтобы вы делали то, что вам нравится. Главное, чтобы вы чувствовали, что это вы, это действительно вы, это то, что вы хотите. Вот. И, поначалу, поначалу, скорее всего, у вас будет сопротивление довольно сильное. То есть, вы себе не будете, не будете позволять так чувствовать, вы будете ощущать сопротивление. Но если вы подойдете к вопросу честно, если вы подойдете к вопросу достаточно грамотно, вот, то я полагаю, что, в общем-то, довольно быстро у вас получится. Раскрыть свою чувственность и раскрыв свою чувственность, вы уже от нее никогда не откажетесь. То есть, это нужно прочувствовать один хотя бы раз самому. И только здесь, только в том, что одному вам добиться этого, ну вот, подобных результатов одному. Одному вам это будет, это будет тяжело, возможно. А вот, если вы будете с психологом, будет легче. Но это уже решать, конечно, вам и только вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо. 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 Спасибо.